Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как известно, в этом году у нас важное политическое, экономическое, да и общегражданское событие – это выборы в Государственную Думу и, в том числе, выборы в Московскую областную Думу. О том, как они будут проходить и о том, как к этим выборам готовятся, в данном случае «Единая Россия», партия «Единая Россия» рассказывает исполнительный секретарь местного отделения партии в городском округе Люберцы Владимир Андреевич Беловозкий. Здравствуйте, Владимир Андреевич! Добрый день! Вот год назад, например, нас с вами виделись, в тот самый сложный год, и начну, наверное, прямо с этого. Насколько 2020 год был сложным для партии «Единая Россия» в целом, да, потому что все-таки это и работа в Государственной Думе, и работа в местных органах власти, и насколько что-то сегодня уже изменилось, скажем, в лучшую сторону с точки зрения вот той самой пандемии? Ну, год действительно был очень сложный, но этот год был и проверочный, как раз перед выборами в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Здесь проверка была и депутатов всех уровней, и в том числе и наших местных депутатов, но и в целом партийного актива. Потому что в этот год, вы помните, начало пандемии, приходилось очень много усилий прикладывать для того, чтобы оказать посильную помощь, как нашим врачам, это и предоставление машин, это предоставление медицинских и масок, и других там вещей, это и довоз, мы занимались и довозом воды для обеспечения и больных, которые лежали в наших ковидных центрах. Вот. Наши волонтеры работали также и на пенсионеров, вот, и причем до сих пор некоторые пенсионеры звонят и просят наших волонтеров прийти, оказать помощь. То есть понравилось, понравилось, удобно было. Доставляли продукты, вплоть до того, что нашим волонтерам доверяли свои карточки, все, ребята шли, закупались, приносили. Это очень тяжелый труд и опасный был. Многие даже переболели с этих ребят, которые занимались как раз волонтерством. Вот. Многие наши депутаты местные очень посильную помощь оказывали, вот, и выделяли со своих средств на закупку продовольствия тем людям, которые, ну, действительно, сводили концы с концами. Очень большую помощь оказал Игорь Валерьевич Каханы и Дениско, Дмитрий Валентинович, депутаты нашей областной думы. Они тоже вплотную работали вот с этой проблемой, тоже и материально оказывали помощь. И сами ездили и по ветеранам, и по нашим пенсионерам и оказывали им помощь. Ну, то есть работа была поставлена, тем более, что все, весь мир, во-первых, поставлен перед вот такой необычной, прямо скажем, угрозой, нетрадиционной в последние века, скажем так. Да, Лидия Николаевна Антонова, наш депутат Государственной думы, тоже принимала очень активное участие. Я думаю, что вот наш партийный актив как раз в этот период выдержал вот этот тяжелый экзамен. Была проверка. И сейчас они с открытыми глазами могут смотреть и своим избирателям, что действительно они приложили все усилия, чтобы как-то облегчить вот это бремя тяжелое такое, которое связано с пандемией. Ну, а если постараться пандемию немножко в сторону отодвинуть, все-таки предстоят выборы в Госдуму. Сегодня мы поговорим о таком элементе, что ли, выборов, которые есть, по крайней мере, в партии «Единая Россия», это праймерис, да, и, может быть, скажем так, предварительный выбор тех, кто пойдет потом на глобальные выборы. Все-таки, если пандемию отложить в сторону, что еще удалось сделать «Единой России», вот партии и фракции, представители «Единой России» в городском округе Люберца, что называется, за отчетный период? Ну, здесь я должен отметить, что и под руководством и нашего секретаря местного отделения Владимира Петровича Ружицкого и наших депутатов, фракция «Единая Россия» держали на контроле те важные проблемы, которые стояли как раз в нашем городском округе. Это ремонт, вы видите, дорог сейчас происходит. Это ремонт домов. Вот буквально недавно Игорь Валерьевич Каханы приезжал, проверял, как сдаются вот эти дома, производил вопрос жителей, довольны, недовольны, потому что по-разному можно ремонтировать дома. То есть по основным важным проблемам, как бы все депутаты держали на контроле вот эти вот все вопросы и активно участвовали сами. Ну, много приходило у нас приемы, были граждан, в основном это период онлайн, сейчас уже у нас открытые общественные приемные. Я скажу, что за последний месяц вот к Дениско приходили, ну, прям на один прием по 40, по 30 человек приходили, людей. С другой стороны, да, с другой стороны, это показатель, что так много проблем получается, что 40 человек приходят. Ну, проблем-то действительно много, вот, но здесь особая категория людей приходит, которым непосредственно в данный момент нужна такая срочная помощь. То ли на операцию, то ли вот много у нас было таких проблем протезирования, где у нас договоренность даже есть с нашей стоматологической поликлиникой, где Роман Викторович оказывает, идет навстречу, делает как социальная помощь, оказывается действие, делает большие скидки для того, чтобы действительно человек мог решить свою проблему. Ну, хорошо, давайте мы поговорим сейчас, собственно говоря, о 19 сентября. Именно в этот день пройдут выборы в Государственную Думу. Естественно, все партии, которые представлены в Российской Федерации и которые еще, наверное, может быть, захотят принять участие в избирательной кампании и заявят, возможно, скоро о себе. Мы знаем, что то слияние происходит, то изменения, какие-то партии сходят, что называется, с дистанции, какие-то появляются. Вот с чем сегодня партия «Единая Россия», а в частности, именно отделение, местное отделение городского округа Люберцы, подходит к сегодняшнему, фактически скорому началу предвыборной кампании. Ну, вы правильно сказали, что у партии «Единая Россия» особая такая позиция. Действительно, ни одна партия не проводит такие праймерис или предварительные голосования, целью которых является как раз предоставление одинаковых возможностей гражданам Российской Федерации участвовать в политической жизни. То есть, не просто избирать, а быть избранным. Быть избранным. Кто может быть избран, кто может участвовать в праймерис? Это гражданин, достигший 18-летнего возраста, который является или членом партии, или сторонником партии, или беспартийным, но не принадлежащим к другой партии. То есть, чистым с листа, что называется. Да, чистым с листа. Он имеет право участвовать в праймерис. Мы сейчас о праймерис поговорим. Я хочу, чтобы мы изначально, возможно, кто-то не понимает, что такое праймерис, какое-то странное слово. То есть, слышали как-то с Америкой сразу, да, ассоциация. Что такое праймерис? Напомните, пожалуйста, нашим телевизорам. Праймерис не является как раз тем инструментом, когда избираются депутаты. Праймерис – это предварительно мы смотрим на кандидатов, которые заявились. Внутри своего. И им даем возможность нашим гражданам проголосовать, выбрать того или иного гражданина. И естественно, рейтинг после голосования, рейтингуется все кандидаты, да, и те, которые набрали наибольших голосов, естественно, имеют больше шансов попасть в список кандидатов, уже непосредственно, которым будет выдвигать партия «Одиная Россия». То есть, праймерис – это выборы как бы внутри партии, в данном случае внутри отделения, да, где будут представлены какие-то люди, которые, как бы сказали, могут зарегистрироваться. И обычный избиратель, любой избиратель может проголосовать. Вот как это будет происходить? Давайте мы еще раз напомним, как будут проходить выборы участников этого праймерис, и потом, как за них все-таки можно проголосовать. Ну, с 15 марта у нас открыт портал, на котором могут люди на сайте зарегистрироваться как кандидатами. Кандидатами участок. Там, естественно, есть определенный перечень документов, которые представить. И самым главным документом для нас всех – это является справка о несудимости. Потому что справка о несудимости партия просто не рассматривает этих людей. В дальнейшем до 29 апреля принимаются заявления и документы от кандидатов. То есть происходит регистрация. Так что все готовятся документы, и предварительное голосование этот раз будет проходить двумя путями. Это электронные и непосредственно на счетных комиссиях, счетных участках. Люди могут прийти, что называется, ногами, да, и проголосовать прям почти как на настоящих выборах. Вот с 24 по 30 мая открывается и портал для голосования. И люди могут в электронном виде зарегистрироваться на портале и проголосовать за того или другого кандидата, который они посчитают нужным. 30 числа открывается у нас 35 счетных участков, куда с 8 до 20 часов человек, ну, у кого-то нет компьютера, кто-то не владеет. Он может прийти элементарно с документом, паспортом, вот, его зарегистрируют, и человек может там проголосовать. Единственное, что на этих участках будут регистрированы только тех людей, которые проживают на территории данного участка. Там может быть не один избирательный участок, как по выборам, а их несколько. Но оно создано таким образом, что вот одна счетная комиссия работает на вот этот округ непосредственно, где проживает. А где можно найти этот список этих участков? Это будет все опубликовано. Этот список такой имеется, проработано, есть. Доступность будет нормальная. Вот, ну, не все участки будут открыты. Ну, 35 этого достаточно. Это достаточно. Достаточно. Голосование будет, ну, оно приблизительно такое же, как и настоящее, да, голосование. В Госдуму будет два бюллетеня. Это одномандатники и по партийному списку. Также в Московскую областную думу будет отдельный бюллетень на одномандатников и на список, партийный список. И потом вы подведете... Четыре бюллетеня даются человеку, он их заполняет. И потом вы подведете итоги, когда будет ясно, кого вы будете рекомендовать уже для реальных выборов. Да. Потом подводится вот рейтинговое, как бы, голосование, подводятся результаты. Иногда попадает так, что тех, может быть, кого и планировали, они могут не попасть в этот список. Если народ, скажем так, проголосует и не окажет недоверие. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что есть такое понятие, как лоббирование. Наверное, тут возникает сразу вопрос у недоверчивых телезрителей. Доверняка можно кому-то чего-то подписать. Все-таки это выборы не на государственном уровне, а на своем местном. Можно кого-то протолкнуть. Такое возможно? Ну, я не думаю, что это смысл этого. Так. Понимаете, лидеры, они и так у нас в принципе есть. И народ их видит. Кто работает, скажем, взять те депутата областной думы. Они неплохо, хорошо поработали-то. И средств сюда привлекли, в городской округ очень много и все. Я думаю, что мало тех людей, которые бы, может быть, и против, в них как-то голосовали. Но если люди, как бы, новые, новые округи, эти люди, даже если они попадут в списки, они останутся как бы в резерве политическом. Все равно они будут идти. На следующий год у нас выборы в совет депутатов городского округа. Они не будут как бы потеряны у всех. Я предлагаю о новых людях и, в общем-то, о планах партии поговорить чуть-чуть позже, после небольшой паузы. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас сегодня исполнительный секретарь местного деления партии «Единая Россия» городского округа Люберца Владимир Андреевич Беловодский. Вот мы закончили первую часть «Молодежью». Безусловно, всегда есть запрос на новых людей, на тех людей, которые будут работать на благо народа, скажем так, громко, пафосно. Но при этом вы говорите, что есть лидеры. И логика складывается такая. Какой же лидер, если он получил определенный мандат в прошлом и, в принципе, будет поддержан в какой-то степени жителями на будущих выборах? То есть, насколько легко молодым-то проникнуть сквозь эти партийные лазейки? Лазейки в том смысле, что кого-то не заметили, кому-то сказали «ты еще могут». А кто-то пытался пробиться, потом, что называется, плюнул, ушел в другую партию. Как формируется это молодое поколение политиков «Единой России», в данном случае в городском округе Люберца? Ну, вопрос это очень хороший. И у нас есть такой кадровый резерв. У нас есть молодежное крыло «Молодая гвардия», в которых мы тоже ребят, которые желающие в дальнейшем заниматься и политикой, и активно принимать участие. У нас таких вот много есть ребят. И они у нас как бы так на учете стоят, как бы кадровом. И мы видим, кто из них может в дальнейшем идти, кто может быть послабее. Но здесь главное, будет он депутатом, не будет депутатом, самое главное, что это вырастает молодое поколение, которое безразлично и к старшему поколению, которые способны работать даже в такой сложной, период пандемии, все. Это нормальные, хорошие ребята, которые будут нести нормальные идеи своим же сверстникам, своим же товарищам. Но мы увидим, возможности есть после Праймерис увидеть новые имена в списке, которые будут претендовать на… Ну, в списках я открою небольшой секрет, уже поданы заявления. Вот. И там я скажу, где-то сейчас приблизительно одна треть молодежи подают заявление, которые хотят участвовать в этом. Кто-то стремится действительно продвинуться, что-то получить свой опыт какой-то определенный, потому что не сразу можно стать, скажем так, депутатом должен пройти какой-то этап политической работы. Безусловно. Давайте вот о чем поговорим, что, опять же, каждые выборы заставляют тех, кто в них принимает участие, рассказать о том, что сделано, то, о чем мы говорили в первой части. Вот на ваш взгляд сегодня в городском округе Люберца, насколько избиратель доволен именно партией «Единая Россия», насколько вы чувствуете, что удалось выполнить и ответить на те запросы и времени, и людей прежде всего, которые всегда хотят изменений, которые видят, что происходит там, например, после пандемии, ну и сама пандемия, сложный период, сейчас у нас есть там какие-то подражания где-то идет, где-то происходят какие-то проблемы у людей с работой, потому что, кстати, многих сокращает из-за того, что... Они там приходят и просят оказаться действиями. Да, действиями. Вот насколько сегодня партия чувствует своего избирателя и чувствует, что избиратель на стороне партии? Вы знаете, я приведу один привет. Сегодня мы проводили небольшое мероприятие. Есть у нас депутат такой Александр Мурашкин. Вот у нас коснулся, сегодня мы обсуждали вопрос от послания президента, и вот он говорит, вы знаете, я не люблю тех людей, которые вот говорят, а вот это сложно, а вот это это. Надо работать. Я вот не стесняюсь говорить, что я партийный человек, я иду в лицо, смотрю людям, и они мне доверяют, которые разве его избирают. Вот эта позиция такая должна быть у каждого человека, а не просто ждать, что кто-то ему повысит уровень, кто-то за него там что-то сделает. Надо конкретно проводить, и люди тебя заметят, люди будут. Я считаю, что у нас большинство вот депутатов таких вот, они не стесняются и не говорят, что они как бы там в стороне где-то стоят. Они члены партии, они работают, им доверяют. Два понятия есть, конечно. Партия на высоком таком уровне, да, рейтинг, и местная. Я считаю, что местное отделение здесь на хорошем уровне. Ну, показателей там, ну, рейтингу верить нет, это 32% доверяет. Ну, это такой вот высокий процент. Хорошо. Если брать партию в целом, да, по всей стране, вот, например, какой-то депутат проштрафился, я не знаю, что-то не выполнил, или неудовлетворительно работал, да, помните, даже шел разговор о том, чтобы придумать механизм от отзыва, да, депутата из любого органа власти. Существуют ли в партии «Единая Россия» какие-то методы воздействия на таких нерадивых членов партии, в данном случае, может быть, депутатов, и работает ли этот самоочистительный механизм? Конечно. Мы вот буквально в прошлом году делали, как можно сказать, такую вот чистку, проверяли ряды, потому что, ну, в КПССом четко была организация, да, там четко, если человек стал на учет, все. Здесь немножко демократично, мы иногда можем не знать, человек переехал, человек, может быть, это или умер, или еще что-то там случилось. Что-то с ним произошло, да. Да, что-то с ним произошло, все. Вот, нет такой. Мы проводили такую вот, как бы, очистку, проверяли ряды наши, все, где-то около 500 человек, таких вот, где-то людей оказалось. Сейчас у нас по количеству второе отделение в области, первое Валачика занимает, мы вторые, более 3000 членов партии у нас. Ну, то есть партия гибко относится к тем людям, которые принимают участие и не закрывают глаза на какие-то там... Нет, конечно, у нас для этого есть свои инструменты, у нас есть полицовет, который, ну, я уже сказал, Леонид Петрович Ружицкий возглавляет, он секретарь местного отделения и секретарь полицовета, на который мы и приглашаем, и заслушиваем, и, может быть, и поправляем. Да, есть такие все. Ну, а теперь давайте поговорим. Год, опять же, понятно, предвыборный, все партии будут стараться понравиться, чем, в хорошем смысле слова я сейчас говорю, чем будет стараться понравиться партии «Единая Россия», в данном случае местное отделение партии. Ну, я думаю, что партия должна понравиться своими конкретными делами. Еще один такой, ну, не секрет, открою, что наше местное отделение является лидерами, мы в тройке, за прошедший год мы второе место заняли, вот, ну, в тройке лидером мы являемся. А это значит, что Воробьё уже тоже раньше был, ЦИК возглавлял, и он очень внимательно смотрит, как работает вообще партия в районах и в городских округах. Если партия нормальная, тогда какие-то вот дополнительные средства могут выделить, чем-то помочь. Потому что, действительно, если глава работает хорошо, партийное отделение хорошо работает, тогда преференции какие-то вот сюда мы можем привезти в городской округ, на парки, на развитие парков, на строительство детских садов, школ дополнительных. Это же не всем дают такие преференции, то, что у нас сколько детских садов строится, школ не каждый городской округ имеет. Ну, если, например, завтра, 19 сентября, и у вас, да, да, не завтра, а послезавтра, да, да, и у вас есть возможность сказать гражданам, телезрителям городского округа Люберца, вот почему они должны, например, сделать выбор за партию «Единая Россия», за местное отделение? Что вы предложите вот в этот предвыборный период, что людям должно, что людей заинтересует? Ну, мы можем предложить только одно, в силу наших возможностей, конечно, заниматься социальной работой, заниматься социальными вопросами. Это, начиная от строительства новых социальных объектов, это физкультурно-оздоровительные комплексы, видите, это бассейны, хоккейные коробки, вот, это строительство поликлиник, которых уже не хватает в нашем городе, мы будем добиваться этого, вот, других социальных, школ, вот, других социальных объектов, вот. Это вот наша такая первичная, как бы, вот, задача, потому что дороги тоже очень важный момент, вот, и главы на контроле этот вопрос, очень острый вопрос, чтобы все дороги были в городском округе после вот этой суровой зимы были отремонтированы, полностью отремонтированы все. Хорошо, а ближайшие какие у вас, ну, скажем, проекты, потому что впереди у нас 9 мая, затем начинается лето, день защиты детей, вообще много всевозможных событий, то есть до 19 сентября, плюс, собственно говоря, летом такой период, когда люди отдыхают, и, кстати, выборы 19 числа пройдут, а лето такой период, когда, ну, мало кто политикой интересуется. Вот что у вас в ближайших планах стоит? Ну, в ближайших планах мы вот уже участвовали в многих мероприятиях по наведению порядка. Субботникам была поставлена задача принять участие в очистке и приведению порядок воинских захоронений, мемориалов. Наши три ребята и молодогвардейцы, да и вся члены партии, неравнодушные, они приняли в этом активное участие. Сейчас у нас готовимся к 9 мая, и такой проект, который мы проводим каждый год, это диктант победы, который состоится 29 апреля. 29 апреля состоится у нас, будет пять площадок, это четыре площадки в школе и одна площадка в нашей картинной галерее, где все желающие могут прийти и написать диктант победы. Это подготовка к 9 мая. Сейчас готовятся подарки для наших участников войны, их-то немного уже остается, чуть больше 100 человек всего лишь остается, но готовятся им подарки. Мы будем также привлекать и приглашать наших депутатов, чтобы они всех, ну если до каждого не доехали, до каждого позвонили, каждого поздравили нашего ветерана, участника, ну естественно. Других ряд мероприятий, которые мы будем проводить к 9 мая. Ну и давайте мы еще раз напомним, что сейчас, возвращаясь к началу разговора, правильно я понимаю, что вот сейчас нас смотрит телезритель, который симпатизирует вашей партии и чувствует, что даже будучи, как вы сказали, беспартийным. И вот он хочет зарегистрироваться на праймерис, как, еще раз напомните ему это сделать, как поучаствовать в этом процессе. И может быть кто-то думает, что он что-то выиграет от этого, а может денег каких заплатят. Разные жду здесь. Но многие, скажем так, и молодые люди говорят, а вот как тут, чего-то здесь я буду депутатом, я тут вот это, другое, третье, говорю, вы знаете, денег там нет. Наши депутаты, если по-хорошему, они получают где-то там, но около 15 тысяч им дают на то, чтобы они проводили партийную работу или политическую работу в своих округах. Кому-то, да, с людьми. Денег там нет, работы очень много, запросов от людей очень много, вот в общественную приемную поступает, много вопросов. И по благоустройству, по другим вопросам, там все, даже и нерадивые компании какие-то наказать и все за то, что они там не работают. У нас члены партии работают как индикаторы. Вот телефоны есть, я не знаю, Ланин Андреевич, а вот здесь у нас положили, а они неправильно положили. И надо вот это, вот это, вот это, вот это действительно работа тех людей, которые настоящие члены партии, они неравнодушны. Приходят, вот у нас будет благоустройство двора, они вот так отходят, а мы вот хотим вот так вот, давайте собирать такое вот совещание, что ли, двора или... И решать вопрос. И решать вот этот вопрос. Вот это вот настоящая вот эта работа, когда действительно, как говорят, народы и партии едины, да? Вот это решение, вот вопросов. То есть для тех, кто впервые захочет влиться в ряды вашего движения, они должны понимать, что работы будет много. Конечно. И что надо еще доказать свое право, да, в этой работе принимать участие. Я думаю, что впереди, конечно, нас всех ожидает серьезное всегда выбор и испытание. Испытание для государства, испытание для региона, испытание в том числе и для Московской области, и для городского округа Люберцы. К ним нужно готовиться. И если у вас есть такое желание, вы сегодня узнали, что можно, кстати, узнать о партии Единой России, о том, что сделано, что планируется сделать. И до встречи. Я думаю, что мы еще увидимся, наверное, в этом году, потому что год предвыборный. Но если у кого-то вопросы, у нас работает общественная приемная, вот здесь у нас проводятся юридические консультации бесплатные, высококлассные юристы у нас проводят. Если у кого-то будут какие-то вопросы, просьба обращаться в нашу общественную приемную. Телефон 503-55-36. Вот так вот. 503-55-36. Пожалуйста. Спасибо большое. Исполнительный секретарь местного отделения партии Единая Россия, городского округа Люберца Владимир Андреевич Беловодский, который нам сегодня рассказал о том, как вот сейчас весной, по крайней мере, партия Единая Россия на местах, что называется, готовится к выборам в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября. И не забудьте, что в этот же день будут проходить выборы в Московскую областную Думу. Так что выборов будет много. Спасибо вам большое. Это был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!